В этом видео покажу, как вытащить конус Морзе на токарном станке, как обеспечить точно угол конуса Морзе. Это я покажу на примере изготовления оправок с конусом Морзе номер один для сверлильных патронов. Проблема в том, что конуса Морзе задаются с точностью до секунд, а у токарных станков отсчётная шкала имеет деление в 1 градус. Угол конуса можно обеспечить только косвенно, задавая линейные величины. В процессе изготовления покажу, как я это сделал. Предварительно пруток обдеру и сделаю его ступенчатым для уменьшения съёма металла при точении конуса. Ступенчатый валик выточен. Теперь надо точить конус. Для этого необходимо развернуть верхние салазки на 1 градус 25 минут и 43 секунды. У станка шкала имеет цену деления 1 градус. Зато у станка можно производить точную подачу по лимбам и производить измерения с помощью индикаторной головки. Таким образом, на станке нельзя обеспечить точные угловые размеры, но можно точно выполнять линейные. Поэтому угол можно обеспечить косвенно, задавая линейные величины. Для угла 1 градус 25 минут и 43 секунды синус равен 0,025. Для моего станка и вот этого патрона взял подачу 48 мм, то есть 32 оборота этой ручки. Тогда индикатор должен показать 1,2 мм. То есть необходимо добиться такого положения верхних салазок, когда будет выполняться это условие. 48 мм хода и 1,2 мм смещения по индикатору. То есть как вот этот будет выглядеть. Вот патрон, то есть вот этот ход, направление подачи верхних салазок, то есть 38-48 мм подаём и тогда вот этот индикатор должен сместиться на 1,2 мм. Раньше я делал конуса методом пробных проходов резцом протачивания и проверкой правильности конуса покраски калибром, втулкой. Ну вот индикатор стоит. Подаю верхнюю часть салазок на 48 мм и фиксирую показания индикатора. Меняя угол поворота верхних салазок, добиваюсь показания индикатора 1,2 мм при подаче 48 мм. Это будет означать, что салазки повёрнуты на угол 1 градус 25 минут и 43 секунды. Положение салазок выставлено, индикатор демонтирован, начинаю точить конус. Конус готов. Проверяю покраски с помощью конуса КМ1 и контролирую прилегание по всей длине конуса. Вот отпечаток везде хороший, синий. Всё, конус готов. В следующий раз, если мне опять понадобится точить конус Морзе номер 1, я уже сразу разверну таким образом суппорт, чтобы при подаче на 48 мм индикатор сместился на 1,2 мм. И тогда я получу точное значение конуса. Точно так конус будет точный. Теперь осталось отрезать конус и с другой стороны тоже самое выполнить конус Морзе 1 укороченный под патрон. Перед отрезанием сточу вот эту часть, чтобы меньше потом точить при изготовлении конуса. И отрезаю. С другой стороны оправки также надо выполнить конус Морзе укороченный под патрон. У этого станка МН-80 в спиндель вставляется вот такая втулка, у которой внутренний конус КМ1. Поэтому я вот эту оправку вставлю сюда и обработаю с тем же углом 1 градус 25 минут и 43 секунды. Вот эту сторону сделаю укороченный конус. Конус укороченный В12 проточил, сделал. Одел патрон, вставил сверло. Проверяю. Где-то в три сотки биения. То есть всё готово. Таким образом, выставление угла поворота верхних салазок по индикатору позволяет точить конуса с хорошей точностью. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...